Прошу, Ирин, вас. Вот ваш замечательный доклад по поводу 1 июня, Дня защиты детей. Ваша гражданская позиция нам будет очень близка. Прошу вас. Хочется начать с очень важной темы, которая сейчас стала очень актуальной. Это принудительная вакцинация. Потому что на прошлой неделе Совет Федерации подготовил поправки в закон об образовании, согласно которым нашими сенаторами, группой сенаторов. И тут хочется заметить, что слава богу, что наши сенаторы неоднородны. И эту инициативу поддерживают далеко не все люди в Совете Федерации. Например, руководитель комитета по социальной политике Валерий Рязанский не поддерживает эту идею. Инна Светкова не поддерживает, но было предложено, тем не менее, запретить пускать детей непривитых в садики детские и в школы. И, конечно же, мы категорически против этой инициативы. И выпустили петицию под эгидой нашего национального родительского комитета, где потребовали не допустить данную норму в закон вписать. И за несколько дней эта петиция собрала уже почти 100 тысяч голосов. И мы продолжаем собирать эти подписи. Она есть в Инстаграм, в шапке моего профиля. Почему это очень важно? Мы не являемся антипрививочниками. Мы не какие-то сумасшедшие мамаши, не маргиналы. Мы люди, которые стараются информацию достаточно фильтровать. Но когда поступают самые противоречивые сведения, самая такая страшная информация о том, что с помощью прививки от коронавируса будут уничтожать человечество. Также есть какие-то данные о том, что наночипы будут через эти прививки имплантировать. И мы видели медицинские документы о том, что с технической точки зрения это возможно. Плюс, конечно же, большинство родителей пугает тот факт, что прививка должна, вакцина должна любая пройти определенный цикл испытаний. Это должно быть по времени проверено. Это должно быть выверено таким образом, чтобы не было побочных эффектов, либо они должны быть сведены к минимуму. Те темпы, которыми сейчас создается эта вакцина, конечно же, заставляют нас тревожиться и сомневаться. И когда нам говорят о том, что будет нарушена 43-я статья Конституции, а она будет нарушена в случае принятия этой поправки в закон об образовании, то наши дети лишатся возможности обучаться в государственных школах и в государственных детских садах. Я думаю, что в частных это правило тоже будет действовать в случае принятия этого закона. Поэтому вот всех прошу, кто еще эту петицию не подписал, подписать ее, потому что это прежде всего вопрос доверия народа к государству. Прививать или не прививать своих детей или себя. Мы в советское время, например, наши родители не думали вообще об этом, что надо, не надо. Все дети проходили должное обследование медицинское. В случае, если у кого-то были противопоказания, то советские врачи были достаточно компетентны для того, чтобы ребенку, которому нельзя делать прививку, дать медицинский отвод. И никто никого не преследовал, никто никого ни к чему не принуждал. Сегодня, к сожалению, мы не доверяем государству настолько, чтобы доверить своих детей вот так вот без проверки, без полной информации, без общественного диалога между обществом и властью. А наша организация, Национальный родительский комитет, и создавалась как раз для того, чтобы стать этой площадкой диалоговой между обществом и властью, и чтобы формировать социальный запрос в сфере семейной и демографической политики, чем мы, собственно, и занимаемся. Прививка от любого, любого агента должна быть строго, жестко по показателям. Смотрите внимательно, следите за мыслью. Да? Значит, прививки натуральные, естественно, это общение с вирусами, бактериями, паразитами, грибами в природе. И это хорошо, потому что у нас есть целая система, иммунитет называется, которая приспособлена к тому, чтобы все это освоить, приучить. И она представлена лейкоцитами, белыми кровяными тельцами. Они тренируются в кишечнике. Общественное мнение сложно так, что не делать прививку. Обычные плановые прививки – это уже преступление, это уже даже будет караться законом и так далее. Но это уже преступление против наших детей. Почему? Объясняю. Если вы не знаете, то сегодняшнего дня будете знать, что обязательным моментом с 60-х годов было, перед тем, как сделать любую прививку ребенку, ну, минуя пищеварительный тракт, да, то есть подкожно или парентерально, или как, обязательно надо было перед этим проверить антитела, наличие антител на данный агент. Понятно, о чем я говорю или нет? После этого, вы помните, осталось только манту, внимательно меня слушайте, осталось только манту. Сейчас же даже в роддоме, когда ребенок рождается, никто не проверяет, есть ли антитела, а они есть, потому что у мамы они и носятся, делают сразу против туберкулезной бактерии, возникают шоки и так далее. А КДС и любые другие прививки комплексные, они имеют каждый агент. Вот вам огромное количество аутизма появляется. Грипп это или коронавирус это преступление, потому что он мутирует и это наоборот не будет прививка, а будет просто избыточная еще дополнительная нагрузка на иммунитет, аутоиммунная агрессия, лишняя аутоиммунная агрессия. Сегодня говоря о детях, о прививках, которые сейчас модно говорить, практически куда, в какую передачу не заглянешь, везде обсуждается и в соцсетях активно обсуждается. Уже даже, мне кажется, слишком много и не очень эффективно обсуждается эта тема. Во-первых, мы сегодня не знаем, от чего и кто собирается прививать. Сегодня никто в России никому ничего не навязывает и ничего не предлагает прививать. Конечно, сейчас доктор выступал и говорил о иммунной системе. Конечно, нужно иммунную систему независимо ни от чего укреплять и нужно полностью пересмотреть отношения к иммунной системе. Допустим, мы с Дворяновым были в Южной Корее не так давно. Мне понравилось то, что у них, допустим, у корейцев издревле дети развиваются на земле, на полу. То есть они придают это большое значение тому. А в конечном итоге, почему они это делают? Да потому, что чтобы ребенок уже с детства имел хорошую иммунную систему в своей жизни. И это важно. И, допустим, я сам родом из Дагестана. Допустим, я знаю детей, которые живут в городах, в квартирах, их иммунную систему. И знаю детей, которые вижу босиком бегают там и осенью, и летом, и зимой в горах, их иммунную систему. То есть иммунитет – это основа жизни и перспектива для человека. Наверное, это все нужно возвращать, развивать именно в естественные среди. И ценить то, что нам даровано Всевышним, природой. Мы уже это имели. Другое дело, что мы отошли от этой системы. Но я думаю, нам нужно возвращаться. И для этого у Ирины очень хороший проект, когда она предлагает людям, допустим, чистую воду. А чистая вода – это основа иммунитета. К этому тоже нужно возвращаться. Как без воды? Если человек при рождении получает 80%, он состоит из воды. Контрольный пакет акций, по сути, человека находится у воды. И мы в процессе жизни пренебрегаем этим. Используем употребление многохимической всевозможной продукции. И потом думаем, а где же у нас иммунитет? И, соответственно, нам необходимо вырабатывать эти процессы. Конечно, нужно и государство, и государственные органы власти задействовать. И инициатива должна исходить снизу, для того, чтобы они были поддержаны сверху. И мы получили нормальную, полноценную, правовую модель и базу, в том числе, для применения у нас в стране. Самое главное, мы все здесь разумные и взрослые люди. Ну, неужели непонятно, что, чтобы привезти даже хорошую вакцину, ее надо испытывать? Ведь ее же нужно испытать. А на испытания уходят не только месяцы, но и более года. Полтора года, если говорить профессиональным языком медиков, которые уже профессора и академики, из-за которых запрещали их огромные, так сказать, школы медицинских знаний, опытов и практических занятий. Полтора года испытывается любая вакцина. И вакцину испытывают, прежде всего, на тех роженицах, которых прививают и смотрят, какой плод у них после этого всего, так сказать, выходит ребеночком, и как ребеночек растет до года. Вот только тогда мы можем говорить о том, эффективна вакцина, или она дефективна, или она преследует еще какие-то цели. Поэтому этот момент любой гражданин, медик он или не медик, должен включить свой вакцин и понять свой разум, что не может быть вакцина без испытаний. Не может быть. Что бы нам ни говорили, что бы нам ни внушали. Поэтому я категорически против, и вам советую, и другим советую, посоветую с остальными, вы видите, за Коломбой, включать свой разум. И логику, элементарную логику. Поэтому любую таблетку, если выпить, надо смотреть за ее реакцией. А вакцина, этот момент, который во времени идет очень-очень долго как реакция. Особенно для детей и пожилых людей. Если сейчас вакцинировать, и это дикий удар сделать по людям взрослого поколения, не каждый выдержит. И тогда мы знаем эти планы, которые иногда появляются в прессе и озвучивают их. Очень смелые и светлые люди, и светлые силы. О том, что есть мысль сокращать население. Уж не эту ли вакцину могут предлагать столь быстро и столь, так сказать, якобы быстро и эффективно разработать. В свое время вакцинация, и у нас будет очень много, у нас у всех будет очень много правильных оппонентов, которые могут забить всю нашу инициативу. Скоро и скажет, что вакцинация, она спасла от туберкулеза, от оспы. Представьте себе сейчас, что у нас сибирская язва, которая моментально губит людей, и нужна срочная вакцинация всего населения. И это будет мощнейшим аргументом против любой вакцинации. Вот я хочу придать правильный ракурс этому движению против вакцинации вирусов. Медики, которые здесь сидят, присутствуют, извиняюсь, они знают, что нет лекарства против вирусов, их просто не существует. Все те вакцинации, которые были проведены ранее, они были антибактериальные, которые ничего не имеют общего с вирусами. Бактериальное — это растительное происхождение, и это растительный мир. Вирусы — это совершенно другое. Вирус имеет структуру человека, это животный мир, который приспособлен и к растительному, и к животному. Поэтому до сих пор не изобретено ни одно лекарство против вируса. На сегодняшний день нужно об этом говорить, остановить принудительную вакцинацию против ковид, и иметь четкие научные аргументы под этим, потому что иначе мы пойдем не туда. Это номер один. Второе. Мы говорим об иммунитете, и в этом надо дать оценку. В сегодняшний день надо четко себе осознать, поставить этот вопрос, что правительство существует для того, чтобы выражать волю народа. Это надо четко поставить этот вопрос. Не правительство управляет народом, а правительство выражает волю народа. И на сегодняшний день надо дать оценку правомерности действия правительства. Во-первых, про иммунизацию младенцев. Мы особенно против вируса. Все медики хором подтвердят, что нет лучшей иммунизации, чем молоко мамы. Поэтому до тех пор, пока мама кормит, вакцинации быть не должно, потому что там идет стопроцентная защита от всего. Следующий фактор возрастания иммунитета, как мы уже говорили, это общение. Но если попадется общение с серьезно зараженным глубокой инфекцией, то она может вспыхнуть, как вспышка. Но самый один из важнейших факторов – это свежий воздух, это морская вода. И у меня вопрос на сегодняшний день к правительству. Почему запрещен свежий воздух? У нас налог на воздух, нас штрафуют за воздух. Мы выходим, у нас есть налог на воздух. Мы говорим налог на аборты. У нас налог на воздух. Маска принудительная. Перчатки, вызывающие экзему, которые ничего не дают вообще, кроме издевательства. Потому что перчатки не спасают. Ты перчатками потом же касаемся к продуктам, которые только что были в такси, в метро и так далее. Смотрите, я сейчас нахожусь в Краснодарском крае. С 1 июня открыты парки и детские площадки и запрещен вход на пляж. Вот теперь вдумайтесь, это что значит? Это действие для народа или против народа? И мы должны четко осознать, какую цель своими действиями преследует наше правительство, которое призвано выражать волю народа. И надо давать четкую оценку происходящему. Я вообще против прививок и уже очень много лет, так скажем, я не ставлю своим детям никакие прививки. Так получилось, что мои дети начали учиться за границей. И там постоянные прививки. Может быть, даже по шестер и восемь прививок каждый год, я бы сказала. Что касается Англии. Я только успеваю практически каждые два месяца писать отказные от прививок. Что это за прививки? От чего они? Что они там намешали? Мы с вами никогда не узнаем. Но потом мы видим, что английские женщины, они, например, не могут рожать. Или они не могут выносить детей. Или вообще начинают удочерять. Потому что проблемы с этим. Я вижу, действительно, в Англии нет многодетных семей. Очень мало многодетных семей. Наверное, может быть, наши русские только эмигранты. Поэтому я вообще против прививок. И, конечно, не то, что в обязательном порядке. Я не знаю, куда придется нам бежать и прятаться от этого или воевать. Но абсолютно я не поддерживаю это. И даже детей своим сказала, что если кто-то там чего-то, вдруг вы не со мной рядышком находитесь, вдруг вы не под моим контролем, не под моим зонтиком, то ни в коем случае, ни с какими врачами, никаких тестов, никаких вакцинаций. Абсолютно. То есть к врачам относимся с большим подозрением. Потому что сегодня, к сожалению, мы не понимаем, кто свой, кто чужой. Кто нам принесет пользу, а кто, наоборот, разрушит наш организм. И непонятно, доживем ли мы по нашей миссии того, что нам отложено в этом мире. И поэтому сегодня день детей. И, конечно, я встаю за защиту детей. Я с вами. Я против вакцинации. Я за здоровье. Я за гомеопатию. Я против лекарств. Когда глобалисты говорят, что дети – это не счастье, это не радость, а это гуря для планеты, что много людей, и что должно сокращаться их количество, их количество. Поэтому завозят нам привитки, где присутствует ген бесплодия. Наталья Сергеевна права. После таких прививок девочки становятся бесплодными, и мальчики тоже. Они не могут рожать детей. То есть и счастье, и смысл жизни у них исчезает в этом. Я настаиваю, даже я прошу, не делайте прививки, потому что они от веса действительно. Нужно не допускайте к врачей, к своему телу. Подальше от них держитесь. Именно тех, кто делает прививки. Очень точное замечание прозвучало, что прививки всегда были только от бактерий, но не от вирусов. Это важное отличительное. Что касается системной проблемы сейчас на планете, она заключается в том, что человечество можно сравнить с кораблем. И на что нацелен нос корабля, туда движется весь корабль. И проблема заключается в том, что сейчас нос корабля человечества нацелен не на то, что нужно. Он нацелен на поддержание и увеличение оборота финансовых средств. Сейчас благополучие дел в государствах и положение дел у каждого человека оценивается по финансовым показателям. Эту систему оценки нам навязали вот эти сутенеры, владельцы международной финансовой кредитной системы, для того, чтобы держать все человечество на крючке финансовой кредитной системы. Именно поэтому сейчас государство оценивается по экономическим показателям. Это количество добытых и проданных ресурсов, это количество произведенных и проданных товаров, это размер потребительской корзины, то есть скорость изъятия денег у населения. И вот эти ложные цели являются причиной того, что сейчас медицина из профилактической превратилась в карательную. Если раньше государство оплачивало медицинские услуги, и поэтому государству было выгодно, чтобы люди были здоровыми, то теперь вся медицинская система превратилась в способ изъятия денег у населения. И про прививки много правильно говорили, что до сих пор на самом деле еще не доказано, что человечество победило эпидемии благодаря прививкам. Многие не без оснований считают, что эпидемии ушли в прошлое благодаря повышению уровня гигиены. Просто люди стали мыться, стали руки мыть перед едой, стали овощи мыть перед едой. Кстати, очень хорошее было тоже дополнение, ремарка, что в Корее дети, они живут, ну то есть больше бегают босиком на земле. Кстати, по аюрведе, многие, наверное, знают, говорится, что каждые 7 лет у человека включается определенный энергетический центр. И первые 7 лет у ребенка формируется мулатхара чакра, которая отвечает за иммунитет на протяжении всей жизни. И мула на санскрите означает корень. И поэтому, чем больше дети копаются в земле, чем больше они грязи засовывают себе в рот, чем больше босиком они бегают по траве, по шишкам, по камням, тем крепче иммунитет на всю жизнь. Потому что вот эти бактерии, с которыми они соприкасаются в течение своей жизни, они же все засовывают в рот, организм их маркирует и вырабатывает антитела. Чем больше ребенок до 7 лет будет носиться по земле, активные развивающие игры, тем больше у него будет иммунитет. У меня мама выросла в деревне, и она говорила, что морковку выдергивали из грядки, когда были ребенки, а в себя вытерли и просто хрумкали ее. То есть до 7 лет у ребенка просто потребность в контакте с разными видами вот этих микроорганизмов. И та же самая бактерия субтилус, он живет именно в земле, которая дает иммунитет. Это один важный момент, который можно затронуть. И вот касательно курса корабля, корабль человечества нужно развернуть, потому что сейчас он движется прямиком на цельные на экономические вот эти показатели, к экологическим, экономическим, социальным и политическим катастрофам. Потому что когда деньги – главная ценность, в жертву нажили, приносятся все дети, жизни, судьбы людей. И человечество должно взять курс на развитие в людях человечности. Я понимаю, что есть беспокойство о том, что для себя они хотят навязывать их как идеи на нас. Проблема, мне кажется, что особенная проблема в том, что большинство людей до большой степени они зомбированы. Потому что такая пропаганда везде. Просто материя, просто материя, просто материя. Я думаю, что здесь достаточно много верующих людей. И об этом очень рад. Это мне очень нравится. Это пропаганда, материальная пропаганда, это разрушит дух человечества. Мне кажется, как первый приоритет, если хочется мобилизировать людей, надо помогать им понимать, осознать, что мы не это тело, мы не это ум. Мы душа. А душа на самом деле свободна. Они могут, может быть, контролировать тело, могут контролировать ум. Они не могут контролировать душу. А если люди не понимают, не осознают, что они душа, вот, все закончится. Поэтому мне кажется, что это образование. С одной стороны, показать, доказать, что душа реальность, духовная жизнь, реальность, реальная жизнь. А с другой стороны, доказать, что вот это, но на английском, scientism, как наукизм, значит, слепое доверие к науке, это ложь. Просто ложь. Блев. Дорогие мои люди, как мать Тереза, я никогда не пойду бороться против чего-то. Но я с огромным удовольствием пойду за. Я человек непривитый, мне 52 года. Я медицинский работник. Я не раз участвовала в законопроектах о корпоративной культуре. Я глубоко верующий человек. Я верю в Серафима Саровского, Сергея Радонежского, в Матерь Божью. Разве она нас оставит? Одной только иконой останавливали. Войско, силой веры важно не количество людей, а молитва от сердца. Если идет от сердца, она дойдет до Бога. Если мысли какие-то другие, никогда не дойдет. В храме молится только ребенок по-настоящему. Взрослые молятся о чем угодно, о богатстве, врут друг другу. А ребенок стоит и молится за отца, чтобы он не бил, за мать, чтобы она жила. Давайте искренне молиться. Давайте откроем сердца. Давайте не будем врать, лицемерить. Давайте скажем правду. Я организатор самого крутого сообщества мужчин. Я работаю только с мужчинами. Объясню почему. Я из семьи военных. Мужчина сказал, он сделает. Женщина, подлая, предательница, отманет, предаст. Не люблю их. Уважаю мужчин. Силу мужскую, из военного рода, потому что. Но за женщин молюсь и говорю, женщины, станьте другими. Станьте милосердные к мужчинам, друг другу. Давайте не будем хайли друг друга обижать. Не завидовать, просто жить. Меня мама учила, говорила в детстве. Доченька, мы бедно живем, но денег нету. Но зато у тебя есть глаза и есть слух. И ты можешь людей любить. И это твое преимущество. Давайте так детям говорить. В пятницу выступили люди против вакцинации. В Ютубе огромное количество людей. Пришла женщина, плакала, говорила. Были мужчины, сильные мира сего. И сейчас все рассматривается очень серьезно. Если надо, я пришлю вам документы. Я сама смотрела, участвовала, видела, как это серьезно. Люди встают, идут. Но давайте делать все от чистого сердца. Давайте искренне. Если строить партию, искренне. Организовывать сообщество искренне. И любить друг друга. Просто любить. Вот вы знаете, я живу, Бог дает силы. 52 года, двое внучек. Мамочка у меня сейчас в Турции, ей 80 лет с внучками. Племянница в Лондоне, художница. Я за каждого переживаю. Бабушка моя жила до 104 лет. Ничего я не умею, кроме молиться. Я деньги зарабатывать не умею. Но могу за всех вас молиться. Так, что и Матерь Божья увидит. Потому что это от сердца. Я вас люблю. И это правда. Надо верить в любовь. А мы придумываем. Будем этого уничтожать. Чиновника. Да чиновники люди. У них тоже дети. Они тоже заложники ситуации. И президент наш заложник ситуации. Все в этой мире заложники этой ситуации. Я иду по улице. Я не ношу ни маску. Я не боюсь коронавируса. Я зайду к любому больному. Потому что я знаю, что такое сила веры. Я очень рад, что Сергей Викторович все время проводит яркие конференции. И потом их очень красиво освещает в социальных сетях. Это очень важно. И вот так сплачивает нас всех вместе. Разных людей. И вот эта уникальная способность, она нас объединяет разных людей. А цель одна. Цель это добрососедство. Мир. Это поддержка проектов мощных, важных. Которые помогают и нашей стране, и другим странам быть ближе. Может быть красивые какие-то слова. Вот там, да, мы за мир и все мир. У нас федерация за всеобщий мир. Но отличительные особенности Сергея Викторовича Дворянова. Ну и мы не стромим прям по себя. Это люди, которые от слов переходят к делу. И партнерство в интересах устойчивого развития. Это не пустые слова. Это вот наша такая взаимная синергия. Редактор субтитров А.Семкин